Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Все по первому классу. Новая школа в Южном городе открыла двери для полутора тысяч учеников. Антидопинговая проверка на дорогах. Общественники контролируют качество ремонта улицы Алексея Толстого. Праздник тех, чьи мечты всегда сбываются. Газовиков и нефтяников поздравляют первые лица региона и города. Самый важный день для всех, кто учится и учит. 1 сентября в России день знаний. В городские школы Самара сегодня пришли 117 тысяч учеников. Из них более 13 тысяч первоклассники. Ну а в Южном городе сегодня открыла двери школа, которую по праву называют одной из лучших в России. Это крупный образовательный центр на полторы тысячи человек, оборудованный по самым современным технологиям. Проект получил высокую оценку в Министерстве образования и науки РФ. Все, кто побывал в этой школе еще до открытия, уверены, здесь хочется учиться. Олеся Корецкая увидела школу будущего своими глазами. До открытия новой школы в Южном городе и начала нового учебного года остается несколько минут. Оволнение здесь невероятное, но очень радостное. И по традиции виновники торжества, те, кто идут в школу первый раз в этом году, школа в Южном городе принимает 271 первоклассника. С 1-го А до 1-го К. 10 начальных классов готовы пойти учиться. Янис Сафонов строил эту школу, а теперь ведет дочку в первый класс. Гордимся дочерью, рады, что она у нас уникальная. И нам повезло, что мы попали в эту школу. Хочешь в школу? Да. А что ты в школе больше всего ждешь? Пятерки. Школу построили меньше, чем за два года. Это стало возможным благодаря поддержке на областном и федеральном уровнях. Активное участие в выделении средств принимал депутат Госдумы Леонид Симоновский. Открытие такого образовательного центра называют настоящим прорывом и руководство страны и области, и строителей, и жителей Самарского региона. С победой правительства, которое выделило на программу образования большие деньги, и мы смогли построить и будем дальше строить школу в Самарской области, в том числе за счет федеральных денег. Теперь очень важно, чтобы в стенах этой школы кипела жизнь. Так как уже сегодня вы открываете с активным участием учителей, учащихся, пусть это будет всегда. На концерте в честь открытия выступают и школьники, и учителя. 84 педагога, многие из них с высшей квалификационной категорией, что не мешает весело встречать своих учеников. Укомплектовано больше 50 классов для начальных отдельный вход. Я думаю, что должно быть комфортно для детей. Ну а комфорт, он все по частицам, по группицам собирается. И уроки, и перемены, и учитель, и родители, это все собирается в общий один комфорт. Сама школа – это сплошное образовательное пространство. Больше 40 кабинетов, лаборатории, ботанические теплицы, мастерские, два спортивных и обеденных зала, актовый зал на 250 человек. И множество зон для отдыха и творчества. Здание оборудовано по самым современным технологиям, и его называют нестандартным, потому что такую высокую планку взяли пока только в Самаре. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Торжественные линейки прошли сегодня во всех учебных заведениях Самары. На одной из них в спортивном лицее побывал Олег Зверев. 60 первоклассников, а всего 650 учеников пришли 1 сентября в классы Самарской кузницы чемпионов. Победители и призеры Олимпийских игр, мастера спорта и тренеры учились в спортивном лицее. 1 сентября всегда волнительный день как для детей, так и для педагогов. 1 сентября – очень волнительная дата. Для нас это как второй Новый год. Мы собираемся, наряжаемся, встречаем всех и школьный путь вперед. В школу хочется, но, не знаю, именно 1 сентября. Друзей много и интересно в школе проводить. Дома не знаешь, что делать. В школе чем-то занят все время. Ребенок идет в 4 класс, класс выпускной. Ну а сейчас на душе празднично, потому что это день знаний. И как с своего детства осталось, что это весь праздник детства, счастья, радости. Впереди учеба, всем хорошего настроения и отличных отметок. В Самарском спортивном лицее уже весной начнут ремонтировать фасад. Здание на Волжском проспекте расположено на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. К тому же это набережная – лицо города. Об этом школьникам рассказал глава города Олег Фурсов, который приехал на торжественную линейку, чтобы поздравить их с Днем знаний. В этом году более 700 ребят нашего города получили золотые медали, а 70 выпускников стали стопальниками. Трое из них стопальниками по двум предметам. Это тоже большое достижение. В первую очередь, педагогов, но и, конечно же, родителей и самих детей. После торжественной линейки первый урок в одном из классов спортивного лицея его провел глава города. Если ты чего-то желаешь, очень сильно желаешь, недосягаемого, но желание велико, то потом, через какое-то время, вся вселенная начинает тебе помогать. Вот в этом есть очень большая такая хорошая правда. И я в своей жизни много раз убеждался в том, что мечты детские, если о них постоянно заботятся, они становятся реальностью. Но если вас интересует сегодняшняя ситуация в городе, я могу несколько слов вам сказать. Это новые дороги строятся, ремонтируются старые, очень качественные. Город преображается, появляются новые спортивные объекты. У нас порядка 100 спортивных площадок за это время построены. На еще один праздник Олег Фурсов приехал уже не как мэр, а как родитель. В первый класс он привел младшего сына Дмитрия. Он будет учиться в медико-техническом лицее. Торжественное собрание прошло во дворце культуры «Звезда». Олег Зверев, Василий Колдашов. События. С Днем Знаний поздравляет сегодня не только школьников, но и студентов. В Самарском университете провели торжественную линейку. Марьяна Мирная побывала и в ВУЗе, и в одной из самарских школ, где первоклассники посетили свои первые уроки. 19 тысяч студентов, 2 тысячи из них первокурсники. Самарский университет открыл сегодня свои двери для тех, кто готов получить перспективную профессию. Ну вообще я предполагаю, что я пойду работать на завод. В Самаре. У меня вот в планах пойти на прогресс работать. И я бы хотела там развивать нашу самарскую инфраструктуру. День Знаний празднуют не только школьники, но и студенты. А в этом году Самарский университет еще и юбиляр. Отмечают 75 лет. Грандиозных планов в ВУЗе с лихвой. И каждый студент может стать непосредственным участником их реализации. Это Гагарин центр. Это перспектива создания учебного, научного, инновационного, производственного такого комплекса на той площадке, где новый стадион, на той площадке, где будет простор для дальнейшего развития и созидания. Вот там может быть выстроен тот кампус, который самым современным образом отразит возможности и будет лучше, может быть, даже западных, потому что учитывает этот опыт. Самарский национальный исследовательский университет имени Академика Королева входит в топ-15 лучших российских ВУЗов. И останавливаться на достигнутом тут не собираются. Новые студенты – это новые возможности для развития и выхода на мировой экономический рынок. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Для 90 первоклашек школы номер 73 сегодня особенный день. Для них звучит первый звонок. Родители волнуются не менее детей, надеясь, что педагоги смогут воспитать из малышей достойных представителей человечества. Каждый год в нашу школу приходят очень любознательные, очень талантливые, необыкновенные дети, которые раскрашивают нашу школьную жизнь, помогают нам достигать каких-то профессиональных высот. И мы вместе с ними растем и стараемся быть им не просто наставниками, мы стараемся быть им друзьями. В 73-й школе большое внимание уделяют воспитательной работе. Примером тому спортивная площадка, на которой в теплое время года дети играют в футбол и волейбол, а зимой заливается каток. А также творческие номера, исполненные на торжественной линейке. Все начинания, конечно, поддерживают депутаты Самарской городской думы. Чувство коллективизма, чувство товарища, все-таки это воспитывает школа. Уважение к старшим, в семье прививается, но в школе все равно, вот именно в том коллективе, в котором ребенок обращается и ежедневно, это, мне кажется, наиболее ярко раскрывается. Ну и безусловно, это знание, тот груз, тот багаж, тот рюкзак, который ребенок набирает в начале своей жизни. Волнительно это 1 сентября и для тех школьников, которые учатся последний год 11-ти классников. Им предстоит готовиться к единому госэкзамену и точно определяться с будущей профессией. Виктория Шара и Марианна Мирная, Станислав Левин, События. Посадили цветы возле школьного мемориального комплекса ветерана Великой Отечественной войны. Итак, 1 сентября встретили активиста Самарского ОНФ вместе с учениками 92-й школы. Потом уже на классном часе Павел Покровский рассказал о том, что такое гражданская позиция, как она формируется. Привел пример самарских ветеранов ракетно-космической отрасли. Послов Чемпионата мира по футболу рассказал о своей карьере общественного деятеля. Подобные уроки «Россия, устремленные в будущее» прошли в Самаре, Тольятти, Кенельском и Сергиевском районах. Акция носит общероссийский характер. Мы сегодня обязательно покажем те примеры положительные нашей Самарской области, данной школы. Тех людей, которые находятся сейчас на расстоянии действительно вытянутой руки, которые смогли сделать себя сами, которые нашли свое место в сегодняшней современной самарской жизни, областной жизни и в жизни всей Российской Федерации. Мы хотим сориентировать наших ребят, которые сейчас ходят в 8-9 классы, к тому, чтобы они заняли достойное место нашей растущей родине. Необычно встретили новый учебный год в 77-й школе. Там прошел футбольный урок, посвященный Чемпионату мира. В гости к школьникам заглянули известный эстрадный артист и игрок «Крыльев советов». Что они подарили ученикам, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Питерский футболист Евгений Башкиров, полузащитник «Самарских крыльев советов», по возможности поет везде, а в душе он всегда танцует. Эта привычка осталась еще со школы. Старшеклассником он пел в хоре. Спортсмен считает, любая профессия, даже футбол – это творчество, а творчество должны научить в школе. На первом уроке на газоне 77-й Башкиров провел своеобразный смотр молодых местных талантов. Сегодня не просто день знаний, а начало для каждого какого-то определенного пути. И вдруг кто-нибудь из них уже можно забрать сразу же в крылья и прийти к Андрею Валерьевичу Тихону, сказать, вот все, парень готов, просто берем его в тренировочный процесс, можно будет расти сразу же. 77-я школа Кировского района – самая футбольная в Самаре. Ее команда разных возрастов – призеры областного этапа турнира «Лето» с футбольным мячом. А семеро старшеклассников уже играют за молодежку крыльев советов. Скоро эти юные таланты превратятся в футбольных звезд мирового уровня. Именно в этой школе здесь столько победителей, смотрите, сколько здесь кубков, сколько здесь замечательных спортсменов растет. Сегодня на линейке показали ребята свой класс. Футбольные уроки прошли еще в двух самарских школах – 7-й и 57-й. Ученики познакомились с историей проведения чемпионатов мира и как проходит подготовка в Самаре к этому спортивному празднику. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники нефтяной и газовой промышленности. Торжественный концерт прошел в театре оперы и балета. В нефтяной сфере в Самарской области занято более 15 тысяч человек. Региональное предприятие по добыче нефти и газа вошло в четверку лучших в стране. В прошлом году в областной бюджет предприятие перечислило более 8,5 миллиардов рублей налогов. Каждый год оно выделяет деньги на социальные проекты. Несмотря на сокращение добычи нефти по всему миру, объемы производства не снижаются. Проводится модернизация и природоохранные мероприятия. Заслуженные работники нефтяной и газовой отрасли получили от губернатора и областного правительства почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. Контроль качества асфальта через каждые 100 метров по улице Алексея Толстого будет проходить гостевой маршрут чемпионата мира по футболу. И потому ее ремонтируют комплексно. Дорогу, тротуары, газоны. Деньги на ремонт самарских магистралей выделены из федерального и областного бюджетов по программе «Безопасные и качественные дороги». Почти 2 миллиарда рублей. И потому, к тому, как их тратит особое внимание. Качество ремонта улицы Алексея Толстого вместе с экспертами и общественниками проверил Сергей Кизоркин. Каждые 100 метров в новой дороге сотрудники лаборатории муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» высверливают образцы закатанного асфальта. На этот раз под аппарат попала улица Алексея Толстого. Здесь укладку верхнего слоя шебеночно-мастичного асфальтобетона более устойчивого к перепаду температуры нагрузкам завершили неделю назад. Работу дорожной лаборатории можно сравнить с антидопинговой проверкой. Здесь тоже, как и в большом спорте, ставки высоки. Только накануне золотые медали, а миллиарды рублей с федеральной казны. Все образцы асфальтовых проб маркируются, составляется акт. И только после этого шайбы высотой не менее 5 сантиметров, что соответствует толщине асфальта, отвозят в лабораторию на экспертизу. Будут испытаны на водонасыщение, уплотнение и физико-механические качества в большей части соответствуют. Через два дня лаборатория даст оценку ремонта дороги. Если нарушения будут найдены, строители за свой счет в кратчайшие сроки заново закатают асфальт на забракованном участке. А отверстия от кернения подрядчик должен заделать максимум за неделю. Мы за этим контролируем по необходимости. Мы пишем официальные письма, если они отклоняются от этой работы. Если не проходит данный участок, он вычеркивается из объема работы. До того, до тех пор, пока подрядчик не переделает. И заново не предъявит его с дополнительными отборами уже кернов на этом же участке. Браком считается низкая плотность закатывания и недостаточная толщина асфальта, рассказывают эксперты. Важно, что на контрольные проверки приезжают представители Народного фронта, управляющие микрорайонов и общественные палаты Самары. Вопросов возникает много. От незакрытых колодцев и незаделанных кернов до непосредственного ремонта дороги. А еще между фрезерованием и укладкой нового асфальта порой проходит немало времени, что недопустимо, считает Народный контроль. Подрядчик таким образом оптимизирует, допустим, свои расходы. Освободилась техника, они ее пустили, срезали верхний слой асфальта. И потом, когда у них, опять же, освободилась техника, они пригнали ее и уже сделали новый асфальт, как положено. Но при этом, конечно, надо исходить из интересов людей в то же время, да, и эти сроки сжимать, делать их минимальными. Более подробно эти вопросы будут обсуждаться на заседании в городской общественной палате, чтобы работы выполнялись максимально эффективно. Самое главное и самый главный аспект – это гарантия. Вот зачем надо следить за гарантией дорожного покрытия. Потому что это как раз и будет самое главное. Тем более в преддверии Чемпионата мира 2018 года. Это самое главное, чтобы у нас дороги были в порядке. И чтобы гости, все приглашенные на Чемпионат мира 2018, могли ахнуть от наших дорог и от нашего качества. Но впоследствии этими дорогами будем пользоваться, конечно, мы. Завершить комплексный ремонт улицы Алексея Толстого подрядчик планирует в октябре. На дорогу нанесут разметку. Кроме проезжей части, придут в порядок парковки, бордюры, тротуары и газоны. Гарантия на все работы – 5 лет. Если за это время какой-то элемент улицы придет негодный, то строители бесплатно его отремонтируют. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Ничто так не поднимает настроение, как новая сантехника. Жители муниципального общежития каждое утро встречают в чистой сверкающей умывальной комнате. Трубы сухие, раковины целые, а стены и полы сверкают чистотой. Предприятие, обслуживающее общежитие, постепенно создает более комфортные условия жизни в помещениях. В чем убедилась Марина Матвейшина. Сверкая от солнца из окна, новые экраны подмигивают каждому жителю общежития. Умывальные и туалетные комнаты теперь здесь как новые. Во время текущего ремонта заменили плитку на полу и стенах, сделали новый потолок и, главное, поменяли всю сантехнику. Жители не могут нарадоваться и даже руки стали мыть гораздо чаще, чтобы лишний раз воспользоваться красивой раковиной. Довольно ремонтом. Настроение есть жить дальше. Радует чисто, красиво. Было ужасно. Было все текло, во-первых. Все было старое, все ломалось. А туалет, в туалет невозможно было идти. Здание обслуживает муниципальные предприятия по эксплуатации общежитий. В его ведении более 100 домов. Каждая требует заботы и порядка. В прошлом году за счет собственных средств удалось отремонтировать 8 общежитий. В этом году 5. Кроме этого предприятие обновляет парк спецтехники. Старый подъемник, прослуживший верой и правдой почти 30 лет, заменили на новый. Горисия, поздравляю. Вручаю ключи. Техника, чтобы работала всегда нормально. У нас впервые за несколько лет обновление парка происходит. А тебе, как лучшего водителя, новая машина. Спасибо. Техника многофункциональная. Летом помогает пилить аварийные деревья, приводить в порядок фасады. Зимой очищать крыши от снега и наледи. Еще один помощник – погрузчик. Новую спецтехнику предприятие покупает впервые за 10 лет. Все это стало возможным за счет хорошей собираемости платы за коммуналку. У нас выросла оплата за жилищно-коммунальные услуги. Не побоюсь сказать, наверное, больше, чем в других предприятиях области. И составила в прошлом году 101%, а в этом году уже 101%. Люди начали просто выплачивать долги. Люди увидели работу, которую мы проводим. Соответственно, начали повысить платежную дисциплину. То есть всегда какие-то положительные вещи приходят. И отдача от людей. Хорошо, что они это понимают. Снижать темпы в предприятии не собираются. Уже в следующем году планируют увеличить сумму на текущий ремонт мест общего пользования до 50 миллионов рублей. Постепенно будет обновляться и автопарк. Общежитие постоянно находится под вниманием и контролем мэра Самары. Олег Фурсов поручил улучшить условия проживания в них. И предприятие поэтапно решает эту задачу. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Волжском шоссе укладывают новый верхний слой дорожного покрытия. Работы ведутся на участке в 3 километра. Выполнено больше половины. Новое покрытие, щебеночно-мастичный асфальтобетон, укладывают на крупнозернистую смесь. Все это вместе должно прослужить дольше обычного асфальта. Также на Волжском шоссе сделают барьерное ограждение, установят дорожные знаки, автобусные остановки и освещение. А также расширят проезжую часть за счет разделительной полосы. Для пешеходов и велосипедистов обустроят дорожки. Вдоль обновленной дороги установят водосток, чтобы вода не разрушала покрытие. Ремонт на Волжском шоссе ведется по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Продолжается капитальный ремонт парка «Металлургов». Код работ контролирует лично глава города. Здесь обустроят спортивно-развлекательный комплекс, который будет работать круглый год. Пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой, приведут в порядок детскую и спортивную площадки. Также в парке посадят молодые деревья, обновят ограждение и систему освещения. В центральном месте отдыха в парке «Металлургов» на Лебяжьем озере заменят бетонную чашу и обустроят прилегающую зону. По плану обновленный парк будет открыт 9 мая 2018 года. Капитальный ремонт ожидает и парк «Щорца». Планируется обновить входную арку. В самом парке обустроят новую спортивную и детскую площадки, а также летний театр. Проект будет обсуждаться вместе с жителями. Завершается ремонт фонтана в сквере «30-летие Победы» на улице Молдогвардейской. Работы завершены на 80%. На следующей неделе планируется установка светильников, подсветки струй, светодиодные ленты по периметру фонтана и укладка мозаики на дно чаши. Рисунок не изменится, а сама плитка будет прочнее. Прежней обещает прослужить около 50 лет. Уже проведена промывка системы подачи и отвода воды. Новое оборудование будет создавать динамическую световую и водную картину. Также завершился демонтаж фонтана «Красное знамя» на улице Красноармейской. Здесь заменят бетонную чашу, гранитную облицовку. Подрядчик обещает сохранить историческую форму фонтана и добавить количество струй. Ход работ контролируют общественники. Привести в порядок оба водных источника обещают в конце октября. Ремонт фонтанов – это часть комплексного ремонта улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Продолжается возведение пристроек зданию медико-технического лицея. На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей. В пристрой разместится спортивный зал, душевые, помещение для снарядов, тренерская и четыре учебные аудитории. Ведутся подготовительные работы. Строители демонтировали оконные конструкции, закрыли проемы, расчистили площадку. Уже завозят строительные материалы. Пристрой будет состоять из трех этажей. Новое здание будет примыкать к лицею с задней стороны. Общая площадь нового строения составит больше 700 квадратных метров. К чемпионату мира по футболу на Самарских улицах появится спортивная символика. Так, на улицах начали устанавливать 44 топиарные фигуры. Футболисты, мячи, бутсы и матрешки. В основе конструкции металлическая арматура. Она помещается в основание, а сверху покрывается искусственным газоном. Покрытие устойчиво к влаге и к перепадам температур. Сами фигуры при необходимости можно быстро разобрать и починить, а также поставить на улицах на следующий год. Еще три двора оборудовали системой видеонаблюдения. На улицах Енисейской, Строители и проспекте Металлургов. Такую награду получили участники программы «Чистый город». Они активно наводили порядок весной на субботниках и поддерживают чистоту сейчас. А также сажают цветы и деревья, сами следят за порядком в своих дворах. Профессиональные камеры будут подключены к системе «Безопасный город». Сигнал будет поступать в полицию. В режиме онлайн будут фиксироваться любые нарушения. Всего в этом году система видеонаблюдения установят в 27 дворах. Фасады и кровли 250 многоквартирных домов приведут в порядок к Чемпионату мира по футболу. На этой неделе общественная комиссия приняла дом на Московском шоссе. Кроме покраски фасада, здесь отремонтировали кровлю, поменяли инженерные коммуникации и установили погодозависимую автоматику, чтобы регулировать степень нагрева в отопительной системе. Это сэкономит и ресурсы, и деньги самих жильцов. На улице Дебенко идет обустройство газона в ходе комплексного ремонта дороги. Здесь увеличили площадь тротуаров, теперь они идут по двум сторонам улицы. Обустроена ливневая канализация, установлены новые световые опоры. На участке от улицы Советской Армии до Авроры установили два остановочных павильона. В скором времени здесь пустят автобус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok